Чудеса 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 Когда он возвращается к этому, у него жизнь начинает налаживаться. Скажите, пожалуйста, что это для вас добро, добрые дела? И как важно человеку творить добро? Вы понимаете, вот Солнце, оно же, нельзя сказать, что оно творит добро, оно просто светит, потому что это его природа, светить. Когда, допустим, есть люди, у которых мы говорим, что это добрый человек, он же не специально делается с утра насильно из себя доброго и стремится целый день держать себя в состоянии доброго. Это просто для него естественно. Такие качества, как сострадание, милосердие и подобные качества, их невозможно искусственно создавать и искусственно поддерживать, потому что рано или поздно это выйдет наружу, это ложность этого, и неискренность этого, фальшивость этого, напыщенность, наигранность, как у нас сейчас играют с этими благотворительствами, альтруистическими делами для того, чтобы сделать себе какой-то пиар-ход и так далее. И жизнь человека, который знает, что он и отец его одно, как сказал когда-то Иисус, не может причинить кому-то вред, а наоборот, это человек, который является самим воплощением света, который излучает этот свет, где бы он ни находился, и у него нет какой-то специальной профессии делать добро. От того, что он просто живет, это уже благо этому миру. Чтобы он ехал туда, куда хочет душа, а не куда он сам по себе хочет. Для этого нужно проснуться в душе, как таковой, и познать себя, признать себя как властителем и причиной, и взять ответственность на себя за всю жизнь, а не какого-то внешнего Бога, которого как бы люди не видят, даже не сильно верят, а больше надеются, что он есть, при этом они должны знать об этом, а не верить в это. Потому что вера не подразумевает знание, а знание не нуждается в вере. Поэтому вера – это такой промежуточный момент, когда ребенок верит родителям, поскольку у него не хватает опыта, чтобы знать. Но он когда-то же должен прийти к знанию. И, к сожалению, в религиях сейчас очень большой перекос. Они больше говорят о вере, но, к сожалению, не дают людям знания. Как раз мы прошли к очень интересному вопросу. В украинских школах было проведено педагогами расследование исследование среди детей от 6 до 15 лет. Детям реализованы вопросы – кто я? В чем смысл жизни? Есть ли человека душа? Ну, самое интересное, что чем старше ребенок, тем он менее активно отвечал на эти вопросы. Многие дети вообще отрицали такие понятия, как душа Бога. Вот вы человек, который общаетесь с большой детской аудиторией, вы преподаете йогу в школе для детей младшего и среднего возраста. И поэтому вам такой вопрос. Почему сейчас стоит эта проблема, что у детей нет тяги к духовности? К чему это причина? Под влиянием общества сразу социального влияния на невербальном уровне ребенок же делает не то, что ему говорят, а то, что он видит. И видит, и воспринимает. Даже не просто видит, а именно воспринимает. Поскольку они связаны, невидимы, уменительны. И надо признать даже материалистическим людям, словным к материалистическому мышлению. Уже сейчас оно практически доживает свои последние дни, недели, год. Поскольку уже даже ученый мир перестал отрицать метафизические явления. Потому что наука тоже растет. И есть факты, которые уже существуют, их уже нельзя. Их слишком много для того, чтобы сказать, что это у нас случайно получилось. Вот мы живем в век высоких технологий. Век так называемого физического прогресса. Тем не менее, современный человек не чувствует себя счастливым. Вот Вы можете назвать одним словом, что необходимо современным людям, чтобы чувствовать себя счастливым. И чтобы жить в мире согласия друг с другом, с другими народами. Чувствовать себя. Многие люди не могут это объяснить. Но у всех людей был момент, когда они понимают, о чем... То есть они, слыша это понятие, чувствовать себя, они не могут это логически объяснить. Потому что это за пределами ума, грубых эмоциональных ощущений. Но тем не менее, человек не может... Вот любого человека спросить, вот ты есть? Ты чувствуешь, что ты есть? Он скажет, да. Но при этом он не сможет объяснить. Он будет объяснять, но эти все объяснения будут очень внешними. Реально он не может объяснить, что он есть. Но какое-то внутреннее ощущение веры в это, даже не вера, а знание. Это есть, оно находится не в ментальной сфере. Оно находится за умом, за чувствами, за телом. Какое-то внутреннее знание. Но из-за того, что ум, вектор ума не направлен туда, человек постоянно чувствует неудовлетворенность. Есть просто... Нужно просто осознать, что ни наличие чего-либо, и ни отсутствие чего-либо, не делает человека ни несчастным, ни счастливым. Если человек в мире самим собой, можно об этом говорить поэтично, либо, в буквальном смысле слова, в мире чувствует свою божественность, то у него не может быть дисгармонии. Он не может чувствовать себя несчастным. Сайбаба как-то сказал, что счастье — это промежуток между двумя несчастьями в вашем мире. У вас не получается долго радоваться. Обратите внимание, как мы можем сколько лет страдать. У нас откуда-то берутся силы так долго страдать. Но почему-то посмеяться мы долго не можем. Даже если мы не берем смех, просто радостное состояние, посмотрите, как оно кратко у нас держится. А посмотрите, как состояние уныния, депрессии, плохого настроения — это просто какой-то лейтмотив жизни, и сколько лет люди в нем живут, настолько привыкают к нему, что они уже не чувствуют, что они живут в этом. Обратите внимание, какая извращенность ума, а в целом извращенность общества. И из этого никто не хочет сделать выводов. Да, вот действительно, сейчас в мире происходят очень огромные катаклизмы, катастрофы, войны, нравствия. Утеряна та изначальная духовная основа, которая могла бы гарантировать людям спокойствие. Как Вы считаете, какие духовные, нравственные, культурные, не знаю, ориентиры потеряла на сегодняшний день общество, и какие пути выхода из данной ситуации Вы видите? Очень много существует религий, основных которых мы знаем, и множество других направлений. Несмотря на то, что формы внешние их разные, но суть этих всех направлений абсолютно одна и та же. Но если люди не практикуют то, что они читают, и сами не являют, понятно, невозможно от себя требовать максимально что-то, но Сайбаба, я приведу его в пример, его слова, потому что они точно отвечают на этот вопрос. Когда ему задавали подобный вопрос, что же нужно будет сделать? Мы же не можем стать сразу совершенными, ну как вот, мы же такие запущенные, вот как мы можем? Он говорит, это не сложно. Если Вы знаете, основные какие-то Ваши пороки, Вы прекрасно знаете, ну основные все люди знают, Вы знаете определенные добродетели, которые основные Вам необходимы, но у Вас их нет. Избавьтесь хотя бы от одного недостатка, который Вы считаете, что вот от этого качества нужно избавиться, потому что оно мне не приносит радость в жизни, либо наоборот приносит мне печаль, страдание. Из какой-нибудь выберите качество, из всех, которые Вы чувствуете, ну вот от этого сегодня я смогу избавиться. А потом, возьмите какой-нибудь один добродетель, которого у Вас как бы нет, но Вы понимаете, что было бы хорошо, чтобы именно это качество у Вас было. Выберите из всех добродетелей то, которое Вы чувствуете, что с этого дня Вы точно сможете это сделать. Вот здесь и сейчас, и вот я смогу себя заставить каждый день это делать. Вот это точно смогу. И Вы увидите, что когда Вы отречетесь от этого негативного качества, все остальные начнут за ним уходить. Если Вы прилетете один добродетель, все его родственники начнут заходить к Вам обратно. И не нужно Вам мучить себя избавлением от каких-то сразу всех плохих качеств и либо приобретения сразу всех добродетелей. Этого не нужно. У всех есть свои родственники. Так вот значит, один человек все-таки может преобразовать свою жизнь и жизнь других людей. Если мы преобразовываем свою жизнь, то она автоматически начинает менять жизнь тех людей, которые прямо и либо косвенно с нами связаны. Либо они уходят из нашей жизни, либо они сонастроенно начинают с нами. И поэтому, когда люди начинают говорить, нам надо глобально изменить что-то вокруг, но при этом они ненормально взаимоотношения имеют в своей семье. Как они могут что-то хорошее научить других людей? Не нужно думать о изменении мира. Думайте о изменении мира в себе. То, что изменение происходит внутри меня, оно автоматически меняет все вокруг. В чем смысл жизни человека? Человек рождается в этом земном воплощении, наверное, чтобы получить какой-то опыт или какие-то знания. Так вот, в чем смысл существования человека в этом земном воплощении? И в чем смысл вообще существования всего общества в целом? Да, спасибо. Смысл существования человека как такового, как вида, это высшая форма проявления Бога, Божественного сознания в формате земного существования. развитый ум без развитого сердца прямой я дорога к демонизму. поэтому, если разум человека не освещается светом его духовного сердца, этот человек или это общество обречено на вымирание. Это случилось с Атлантидой, это случилось с другими цивилизациями, хотя они были для своего времени высокоразвитыми и даже для нашего сегодняшнего, так скажем, технического прогресса они также были развиты. Но это общество само себя уничтожило, поскольку развитие разума и его способностей и достижений в материальной сфере существования закрыл свет всеуэрца, который находится внутри неба. Таким образом, человек потерял самого себя и стал просто, так скажем, биороботом, который живет по какой-то программе, которую он сам же себе сделал и сам стал заложником этой же собственной программы. Таким образом, все, что лишено духа, обречено вымереть. И оно само себя уничтожает, даже не нужно каких-то внешних действий. Это общество само себя уничтожает. Обратите внимание, если мы почитаем все землетрясения, катаклизмы, то это будет ничтожное количество внешних влияний, чем то общество, которое уничтожило половину населения земного шара собственными же руками. Вот, поэтому, есть такой как анекдот, когда сидят один демон, и сидит второй демон, и третий. Вот они все сидят и с грустью смотрят вниз. Приходит главный демон, говорит, как вам, что это такое, вы сидите здесь, не работаете, быстро делайте. Он говорит, да мы вот хотим, да не можем, они же все за нас делают. Скажите, пожалуйста, возможно ли объединение всех людей на планете, независимо от религии, во имя мира, добра? Если это возможно, то на какое основе? Вот именно на основе мира меняют. Спасибо. Вот я знаю, что вы, фортепьян, джазовый импровизатор. Я не дам вашу такую информацию, что ученым было проведено исследование, в котором участвовала группа автокомпицы музыкантов. Вот, результаты этого исследования доказали, что в то время, когда джазовый музыкант импровизирует, в их структуре головного мозга блокируются те участки, которые отвечают за контроль нервных импульсов, за самоцензу, но в то же время активизируются участки, отвечающие за творчество, за самовыражение. Вот что вы чувствуете, когда вы импровизируете, когда музыка льется из вас, через вас? И как важно, и какая музыка важна для человека, для его внутреннего состояния? Очень важно для внутреннего состояния, то, наверное, у нас была бы одна только музыка, и все. Не было бы такого разнообразия музыкального, хотя всего семь нот, но, тем не менее, очень большое разнообразие из-за того, что с ними можно сделать. На самом деле, я не привязана только к джабу. То есть, когда в состоянии происходит импровизации, нисительный процесс у нас как бы нет ниски в голове. У нас есть четко здесь и сейчас, у нас состояние дыхания практически, ну, вроде дыши, вроде не дыши в этом состоянии. Это, я говорю, от лица всех импровизирующих. И мы находимся в состоянии, это, можно сказать, определенное трансовое состояние, потому что мы находимся… Это некое трансовое состояние, но при этом мы продолжаем оставаться в активности. То есть, это не транс, где мы уходим, так скажем, за пределы телесного ощущения. Это не эти транс в динамическом состоянии, в динамическом смысле этого слова, когда мы находимся здесь и сейчас. Что-то происходит, мы не знаем, что сейчас произойдет, Но каким-то непостижным образом это происходит через нас. И мы сами со стороны наблюдаем, как через нас эта импровизация происходит. То есть мы как бы сами проводник чего-то, что через нас проходит. И сам одновременно слушатель этого всего. Но одновременно мы и наслаждающимся. Являемся сами, кто наслаждаются этим. То есть мы и творцы, и поддержатели этого процесса, и наслаждающиеся тем, что происходит. Как Брахма, Вишну и Рудра. Брахма творит, Вишну поддерживает, Шива наслаждается. Да, да, можно так правильно сказать, действительно. Здорово. Спасибо, что Вы нашли время ответить на такие важные, насущные вопросы. И хотелось бы за причиной нашей беседы услышать Ваши пожелания телезрителям. Каждый человек, если он утром, открывая глаза, и перед тем, как он последний раз перед сном закроет свои глаза, в последний раз в течение этого дня, чтобы открыть их следующий день, скажет себе фразу «Я воплощение Божественной Любви». Потом повторит еще раз ее, но уже с пониманием того, что он сказал первый раз. «Я являюсь воплощением Божественной Любви». «Я воплощение Бога являюсь воплощением Божественной Любви». Пусть он побудет в этом осознавании произнесенных слов. И потом, пусть он еще раз, третий раз это скажется, еще с более глубокого понимания, которое будет основано на предыдущем понимании. «Я воплощение Божественной Любви». А Вы за этого длитесь с нами. А когда Вы только открываете глаза, но еще проснулись, еще не проснулись, вот это вот промежуточное состояние с нами. «Я воплощение Божественной Любви». «Я воплощение Божественной Любви». «Бог в моем образе пришел на эту землю». Как после этого можно сотворить вообще какой-то грех? Зачем после этого читать Священное Писание, в котором говорится, какие грехи нельзя совершать? У вас просто не получится после этого что-то сделать неправильно. Даже если вы захотите, но у вас даже не получится захотеть. Это очень просто. Это можно просто практиковать. Я даю абсолютную гарантию, что если любой человек с утра это будет произносить, он уже запустит определенные механизмы будущего своего дня, и ничего плохого не произойдет. «Я воплощение Божественной будет находиться». Он не дает, он находится в резонансной чистоте. Мы говорим это слово «защита». Поймите, вот есть Божественная «ля», как музыкант я могу сказать, то есть этот камертон. И посмотрите, сколько есть разных инструментов в симфоническом оркестре. Все они совершенно разные тембры, имеют разные уровни и так далее, и так далее. Но все они почему-то настраиваются на одно «ля». Хотя они абсолютно все разные. И если кто-то один начинает что-то не то говорить, это сразу через весь оркестр все равно слышит дирижер. И слышатели это слышат, что идет дисбаланс. И весь оркестр будет страдать. Вся симфония пострадает от одного неправильного звука. Даже если это будет на полутоне. Большинство людей, которые имеют хоть какой-то слух, они все равно это определят. Поэтому, когда мы не фальшивим сами себе, то есть мы не фальшивим своей внутренней сущностью. Нужно, понимаете, если вы чего-то не можете реализовать, это не значит, что этого не существует, если вы что-то не получили на своем опыте. Нельзя утверждать, что этого не существует только лишь на этом плане. Мы многие вещи не пережили в жизни, но почему-то мы их не отрицаем. Точно так же, если вы не почувствовали, еще не было опыта присутствия Бога в себе, не надо говорить, что его нет. Это первое. Поэтому, если мы не договоримся, что дважды два-четыре, то все остальные измышления тоже у нас не получится посчитать. То есть мы не можем доказать, что дважды два-четыре. Мы просто так договорились о десятиричной системе вычислений. Но есть другая система вычислений, шестидесятиричная, тридцатиричная. То есть есть очень много других форм и было исчислений. Просто выбрали, посчитали люди, что давайте договоримся, что будет вот десятиричная. Исходя этому, мы начали считать, и мы можем доказать что-то. Но извините меня, можно же поменять другую систему, будет совсем по-другому. Это относительно истина, как наша химия. Возьмем, к примеру, то есть это говорит о том, что если мы будем проводить химический опыт на Луне, то он совершенно не покажет то же самое, что на Земле. То есть это все очень обусловлено местным временем в Австралии, когда мы выливаем воду в умывальник, она крутится против часовой стрелки. То есть это тоже относительно. И опыт этих людей все будут спорить, что нет, это не так. Поэтому есть присутствие Божественного в себе. Понимаете вы это, вернее, переживаете это или нет, признайте хотя бы, что это просто есть. А дальше у вас есть время для того, чтобы сделать эту веру знанием. Но для этого нужен опыт, для этого нужна практика. Вера необходима. Это первая ступень. Вторая ступень – это практика. Третья ступень – это опыт. Вы получаете опыт своей веры и он превращается в знание. Таким образом, вам уже не надо верить, вы уже просто знаете, что Божественное внутри вас есть. Вам нужно просто с собой договориться, что вот оно так. Вот так и все. Вы хотя бы на этом себе поверьте, чтобы какой-то фундамент был, опора. Договоритесь. Божественное есть во мне. Все. И если вы будете с этим пониманием жить и обращаясь к себе, говорить «Я воплощение Божественной Любви», вы входите в резонансную чистоту, вы произносите правду. Понимаете? Это не мантра, это не заклинание, это не что-то такое мистическое, метафизическое, оккультное и так далее. Когда наша речь – это Бог, проявленный через речь, мы произносим звук. Прежде всего, речь – это звук. Потом этот звук приобретает определенную форму, которые материализуют наши мысли в мире форм. Таким образом, когда мы произносим какой-то звук, а вся наша речь – это звукоряды, если мы в этой речи, она должна четко отражать наши мысли и наши чувства. И когда между нашими ощущениями, между нашей мыслью и нашей речью нет расхождения, то истина звучит. А когда человек произносит истину, вся вселенная резонирует на этот момент. Если мы произносим «я» воплощение божественной любви, никто не скажет, что это не так. Эта фраза сама по себе, она настолько правдива, что она вызывает такую высокую скорость вибраций в том пространстве, где это произносится, где об этом размышляется. Те волны, которые возникают в этот момент, они настолько создают такие или, как модное слово, торсионные поля или что-нибудь, то есть мы можем по-разному об этом говорить, что человек настраивается на это «ля» космическое, на это божественное «ля». И когда он настроен на это «ля», все его жизнь подстраивается под этот, то есть под эту изначальную вибрацию. И таким образом, он всегда в нужном месте, в нужное время. Он обходит какие-то сложности, либо сложности обходят его, либо как в том анекдоте, везде суббота, у меня четверг. Спасибо большое. Спасибо огромное. На махтар. Субботник А.Семкин Корректор А.Егорова Субботник А.Семкин